Спасибо за замечательное представление и спасибо, что проснулись и пришли. Пять минут назад здесь сидело три человека, и мы думали, это наша максимальная аудитория сегодня. Оказывается, аудитория больше. Еще раз спасибо. Да, сегодня мы расскажем и покажем несколько интересных кейсов, как команда и двух с половиной человек может улучшить качество своей жизни, разработки, делать лучшие игры. Представимся. Меня вы наверняка знаете. Я вот, как видите по слайду, теперь живу в Швеции, работаю в компании King. Я очень люблю девгам. Я был на многих девгамах еще тогда, когда девгам назывался флэшгамом. Здесь кто-нибудь есть, кто настолько же стар? Прелестно. Прелестно. Я чувствую себя лучше. Хорошо. Еще одно магическое слово на этом слайде – симбиен. Когда-то я разрабатывал игры на симбиен. У нас есть достаточно старые люди. Отлично. Два. Два. А, кстати, для использования какой-нибудь были смартфоны на симбиен? Хорошая аудитория какая. Отлично. Отлично. Еще я работал в Unity. Я работал в Unity еще тогда, когда никто на нем не работал. Это была немодная технология. Unity iPhone 1. Я начал работать в Unity тогда. А еще у меня есть замечательные туники. Будем раздавать их за замечательные вопросы. Итак, а дальше представится Алексей. Это почти половина инди-компании его же. Привет. Меня зовут Алексей Гулев. Я инди-разработчик. Последние два года я про полностью инди, больше ничем не занимаюсь. До этого в геймдеве уже около семи лет. Успел делать слоты. Да, я этим горжусь, потому что одни из лучших слотов. Ребята, привет потом. Да. Делаю мобильные игры на Unity. Делаю HTML5 портальный и для мессенджеров. Но наша последняя игра, которую мы сейчас делаем в нашей огромной команде из двух человек, это Bring Me Cakes. Олег, покажи, пожалуйста, демочку. Мы собрали демку под HTML5, потому что вам показать гораздо проще. А нам, Олег, там слайд. А нам это ничего по сути не стоило, потому что это делается буквально в пару кликов, но игра изначально мобильная. То есть это такой несложный пазл, где мы там… История про красную шапочку, где мы должны собирать пирожки и идти к бабушке. Ну, такая классика. Вот. Но мы не будем на этом заострять внимание. Я, наверное, перейду… Еще один уровень. Очень хорошая игра. Очень хорошая игра. Еще один уровень. Ладно. Нужно было выпустить и как инди сказать, ребята, установите, поставьте лайки и пятерочки. Но она еще не вышла. Идея для следующего доклада. Давай дальше. Ладно. Собственно, что я сегодня расскажу. Когда мы начали разработку, мы столкнулись с несколькими проблемами, которые, в принципе, присутствуют у всех команд. Но для нас они стояли особо остро, потому что у нас два человека, мы делаем все. Первая проблема – это быстрое итерирование или как это выглядит на телефоне. То есть у нашего геймдизайнера есть желание быстро проверять результат своей работы итеративно на конечном устройстве, в котором будут пользоваться игроки. Это имеет смысл как с точки зрения геймдизайна, потому что гораздо удобнее проверять геймплей, смотреть управление на именно устройстве, точно так же, как будут играть игроки. Так с точки зрения UX, потому что удобно проверять нажимаемость кнопок, удобно проверять, насколько палец дотягивается до тех или иных областей, как это выглядит. И с точки зрения графики это тоже имеет смысл, потому что некоторые вещи, которые смотрятся хорошо на экране монитора, они смотрятся плохо на экране телефона. Невыразительные партиклы, какая-то графика, которая выглядит не так хорошо на телефоне. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, и в принципе любой столкнется, потому что невозможно сделать игру, не написав никакого нативного кода. В любом случае вам придется писать какой-то платформозависимый код. Это может быть какие-то функции вибра, это может быть вибра на Android или TAPIC Engine на iOS. Это может быть реклама, это может быть аналитика. И в любом случае рано или поздно возникнет потребность что-то поменять в чужом плагине, когда там по разным причинам. Хочется иметь возможность делать это быстро и просто. Следующим пунктом я рассмотрю возможность интеграции SDK и плагинов и дальнейшее тестирование уже, когда SDK и плагины интегрированы. Зачастую, когда у вас уже там десяток плагинов, итерировать и продолжать разработку очень тяжело, потому что время билда растет, возникают дополнительные сопутствующие проблемы и собственно о их решении я расскажу. И следующая проблема, скорее так взгляну на то, как можно сделать билд-сервер на дефолде. Поехали по порядку. Быстрое итерирование. Как я сказал, мы хотим быстро запускать игру на телефоне. Когда я говорю быстро, я имею в виду секунды, то есть ни минуты, ни часы. Дефолт устроен таким образом, что все ресурсы и рантайм движка разделены. Это две раздельные части. Причем к ресурсам относятся как графика, звуки, шейдеры, модели, так и луа-код, логики для самой игры. Это ресурс. И вторая часть это рантайм, это непосредственно нативный код движка, который в дефолде хранится уже в собранном виде. То есть при билде игры каждый раз не нужно пересобирать исходник, движка, билдить, компилировать. Это уже собранная под все платформы рантайма. И поэтому сборка билда это просто упаковка и подготовка ресурсов и плюс добавление рантайма. Это все упокоится в нужный контейнер. А пока ИПА подписывается, и дальнейшие процессы. Поэтому процесс самого билда занимает меньше минуты. Это происходит очень быстро. Но и это еще не все. У движка есть дебажная версия рантайма. Рантайм называется DemoEngine. И дебажная версия хороша тем, что вам не нужно собирать игру полностью, устанавливать на телефон. Я вам просто расскажу кейс, как мы это используем. Мы берем APK файл, DemoEngine APK, устанавливаем его на телефоне, запускаем. После этого в самом эдитере появляется опция запустить на Wi-Fi. И по сути, выбрав эту опцию в эдитере, мы нажимаем билд, и игра тут же запускается на телефоне. Это происходит, я написал 30 секунд, на самом деле это происходит быстрее. Таким образом, наш геймдизайнер может пересобирать билд буквально 100 раз в день. Он изменил что-то, посмотрел, как это выглядит, ему понравилось или не понравилось, он что-то изменил, смотрит дальше. Это у него не занимает практически нисколько времени, и он не отвлекает меня, он это делает сам. Хотя и обычный билд на телефон установить он тоже может очень быстро, потому что это минута или пару кликов. От проблем быстрого итерирования дизайнеров перейдем к проблемам программистов. Как я говорил, от необходимости использовать нативный код никуда не деться. И для того, чтобы… Очень хочется иметь простую возможность изменять нативный код, нативные плагины. Зачем это может понадобиться? Некоторых плагинов может просто не оказаться нигде в интернете, их никто не сделал, вам хочется интегрировать самому, это понятно. И вторая причина, я точно сталкивался с проблемами, я думаю, может кто-то из вас сталкивался, когда сервис обновил свою API, но разработчик какого-то плагина еще не успел его обновить. И у него нет на это времени. То есть по тем или иным причинам. А вам нужно использовать вот в вас продакшн, вам нужно прямо сейчас, и нет времени ждать. Писать свой нативный плагин, поднимать среду, использовать IDE, настраивать компиляторы под свою под Java, свое под iOS, ну, так себе удовольствие. Может кто-то любит, я не очень, и у нас нет таких, у нас два человека. На дефолде это происходит просто. Я открываю IDE, либо блокнот, и пишу код под нужную платформу. В зависимости от платформы, это может быть либо Objective-C, либо Java, и C++ для связки этого всего. Складываю эти файлы, которые я написал, в определенную структуру. В мануалах есть указанная заранее структура. Просто раскладываю эти файлы по папкам, прописываю манифест файл, нажимаю build в самом дефолде, и нативное расширение билдится на клауд-серверах дефолда. Это происходит достаточно быстро, и мне совершенно не нужно заморачиваться на окружении. То есть ни компиляторы, ни какие-то другие вопросы, настройки окружения меня вообще не волнуют. Если возникли какие-то ошибки, у меня тут же в дефолде появляются ошибки компиляции, я их смотрю, исправляю, опять нажимаю build, и опять смотрю результат, и привожу это все в порядок. Ну и пару слов о том, как устроено нативное расширение. Точка входа в нативное расширение является C++ файл, в котором вы просто подключаете модуль клоу. Вы можете там писать кроссплатформенный код, вы можете писать платформы-зависимый код разделяет дефайл под каждую платформу. Также у дефолда есть дефолт-сдк, это функции движка, доступные из нативного кода. И она еще… Дефолт-сдк находится в альфа-версии, но там уже много всего вкусного, и уже есть много возможностей использовать движок из C++. На данный момент поддерживается только macOS, iOS и Android, но уже до конца месяца обещали выкатить поддержку HTML5, где можно будет просто писать код на C++, он будет собираться через mscript под HTML5, либо просто дергать готовое SDK через HTML5. Или… Или… А, и Linux Windows подтянутся в скором времени, я думаю, это не будет большой проблемой. Ну, собственно, допустим, мы встроили десяток SDK. Ну, рекламные сети, аналитику, какие-то еще нативные функции, гейм-центр, еще что-то, еще что-то, еще что-то. А работать дальше как? То есть мы, во-первых, первый пункт помним, мы дальше хотим быстро итерировать. Гейм-дизайнер по-прежнему хочет моментально собирать билд и не иметь никаких проблем. Соответственно, мне не хочется отвлекаться на его консультацию, консультировать его. Я хочу писать код, гейм-дизайнер хочет делать дизайн игры, рисовать. Ну, у нас это один человек просто. Как видите, слайд практически такой, как и был первый. Почему? Потому что, когда я собираю нативное расширение, native extension, он собирается в рантайм. На серверах дефолда берутся исходники движка, берется исходник нативное расширение и собирается новый рантайм под все платформы. И это опять же тот же самый собранный, готовый рантайм под все платформы. И ваши процессы никак от этого не меняются. Точно так. Вы берете ресурсы. Точно так. Движок смотрит, под какую платформу вы собираете билд. Все это упаковывает. И это занимает те же самые одну минуту, либо, как я говорил, 30 секунд по Wi-Fi. Это очень сильно экономит время. На любом этапе, даже на последних этапах разработки, если мне нужно вносить изменения в игру, я не думаю о том, что у меня там какая-то рекламная медиация, аналитика, еще что-то. Мне это не мешает собирать билд никак. Есть еще одна классная функция. Это демо-энжин, о котором я говорил. Он поддерживает еще и iOS. Выглядит это следующим образом. Я говорю своему дизайнеру, Саш, я обновил iOS, строил, например, Unity. Он заходит в дашборд дефолда, нажимает две ссылки, скачивает себе IPA на свой iPad, устанавливает, запускает. После этого в опциях его редактора на Windows появляется возможность запустить игру на iPad. И опять же это происходит за те же 30 секунд. То есть это происходит практически моментально. еще раз. Дизайнер быстро итерирует и собирает с Windows компьютера игру на iPad и тестирует ее на iPad. По-моему, это круто. И делается это… Я переключусь. Я переключусь. Я, наверное, не переключусь на редактор. Я покажу слайдом. Делается это с моей точки, с моей стороны, как программиста, делается это очень просто. У меня есть… Ну, если вы разрабатывали под iOS, вы знаете, что там нужно создавать provision. Я создаю provision с нужным UDID. Нужен, естественно, Mac. В редакторе есть опция. Я не знаю, видно на экране там sign iOS application. В редакторе есть кнопка sign iOS application. Я ее нажимаю и там три поля. Я выбираю UDID, я выбираю папку, я выбираю пользователя, то есть, которым подписываю собственно приложение, там сертификат. Нажимаю сбилдить. В папке, в которой я выбрал, появляется движок, если я захочу его вручную установить, то есть собранная ИПА-шка. И на сайте дефолда в дашборде этого проекта появляется ссылка, вот на этом слайде видно, в которую просто может зайти мой дизайнер или я сам, установить по одному клику ИПА-шку и пользоваться. Все. Ну и билд-сервер. Тут возникает такой вопрос. Я могу собрать игру за минуту, могу вообще ее не собирать и быстренько запускать сколько угодно раз и проверять все, что угодно. Зачем нужен билд-сервер? Ну, во-первых, не у всех в команде два человека, как у меня. У кого-то команды побольше, возможно, там есть отдельное отдел тестирования, у которого есть какие-то процессы, ему нужно отдавать готовый билд и так далее, и так далее. Во-вторых, возможно, нужно пересобрать игру сразу под все платформы. То есть вы что-то внесли изменения, в последний момент вспомнили, вам нужно все сразу пересобрать. Для этого у дефолда существует боб. Боб-джар это я не знаю, почему его так назвали. Это консольная утилитка, которую можно которая умеет все то же самое, что умеет эдитер для сборки билдов. То есть, но делает это через терминал. Разработчики дефолда также поделились скриптом. Я ссылочку выложил. Там простенький пример баш скрипта, который позволяет собирать билд под все платформы. Например, я на основе этого скрипта сделал себе сборку. У меня по одной команде в консоли сразу собирается iOS, Android. Если к компьютеру подключены какие-то iOS, Android устройства, билд сразу туда ставится. Ну, там предварительно все удалив, почистив, если что-то нужно сделать быстро. Ну, по основной теме все. Так вышло, что у дефолда сообщества, Asset Store, можно сказать, все еще в разработке. И все наработки сообщества лежат на GitHub. там есть много в чего, но я в частности поучаствовал в разработке DevUnity ADS. Это плагин интеграции Unity, видеорекламы Unity ADS под… Пока под iOS, сразу после DevGamma я сделаю под Android, честно. И Defos, это нативные функции для управления окнами. Но это не все расширения. Олег? Это не все расширения. Процесс, когда юзеры пользуются дефолтом и делят своими наработками, это процесс отлаженный. Все так делают. Есть плагин для Hacks, Lua Hacks, прекрасно. Мы сами в Kingay его используем для некоторых наших игр. Playfab сделали плагин, Appodil, мы все любим Appodil, правда. Сделали плагин Tiled, сделал экспорт в дефолт, благодаря ребятам, где у нас Витя, привет Витя, из Smash Bash и много всего еще. Но показать я вам хотел не это. и рассказать я вам хотел не это, а вот что. Все мы любим Free2Play, правда. Все мы любим Free2Play. Так. Проблема во Free2Play следующая. Мы все всегда хотим, чтобы build у нас был маленький. Клиент. Контент у нас лежит на сервере. поэтому мы хотим, чтобы было примерно так. Скачивает юзер маленький клиент. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как у нас мало времени. Как я поэтому. Юзер скачивает клиент, доходит да отлично, А потом клиент говорит, а вот давай докачаем какую-то часть уровня. А давай. В данной демонстрационной игре понятно, что вылазит окошко, мы специально сделали, что окей, у нас не хватает вот столько-то ресурсов. Ладно, докачаем ресурсы. А где уже на свай-фай? Ай-яй-яй-яй. Когда мы тут отлаживали, отключил свай-фай. Отлично. И как, куда он подключился? Все прекрасно. Ну, в лайф-демо всегда все работает отлично. Итак, представьте, что сейчас все скачалось, и игра продолжается дальше. У нас нет времени решать это сейчас. Но у вас хорошее воображение, правда? Ай-яй-яй-яй-яй. Так вот, что я сейчас хотел показать, а вы представили, что интересно, почему это все поломалось. Глядите. Вот редактор, где мы собираем нашу игру. Первая игра у нас… Вот level 1, level 2, level 3. Представим, что это сцена. Правильно? Вот как она выглядит, где что-то собирается. Так вот, например, первый уровень у нас идет прямо в клиент, в билд. Второй уровень. Мы нажимаем просто одну галочку. Третий уровень. Нажимаем галочку exclude. И настраиваем… По сути, что мы настраиваем? Да вот что мы настраиваем. Настраиваем настройки. Ну что, у нас все поломалось, правда? Настраиваем, что это идет прямо на Amazon, на AWS, правильно? На облако. В итоге, когда мы нажимаем build, мы делаем application для Mac. В итоге у нас вот первая сцена идет в клиент. Вторая сцена. Бам-бам, exclude. И третья сцена. Идут на облако. Дальше понятно, что мы все равно пишем код. Мы смотрим в коде, все ли ресурсы у нас скачаны, чтобы в следующий раз, когда юзер играет в игру, проверяется, скачан контент или нет. Если нет, мы его скачиваем, проверяем, все ли нормально скачалось. Скачалось и загружаем его, отдаем его юзеру, игроку. Игрок может, не перезагружая клиента, продолжать играть в свою игру. И это шикарно. Вы подумаете, какие возможности для оперирования это открывает. Вы просто кидаете новый контент. Все. И оно все работает. Причем новый контент, обновленный контент на сервере, с предыдущей версией клиента будет, скорее всего, совместим. Почти всегда. В данном примере, который я показал, около 3 мегабайт занимает движок, около 7 мегабайт занимает контент. Около, да, 0,7 мегабайт занимает контент. И тут сразу в голове стреляет. Так, игры для чатов можно делать. Да, игры для чатов можно делать, они влазят. Движок, который умеет делать игры для чатов. Найдите еще один такой движок. Так вот, это уже работает и есть уже сейчас. И учитывая, что у нас осталось 5 минут, давайте мы закруглимся. А сегодня вы узнали, что даже в маленьком продакшене из 2,5 человек можно использовать взрослые технологии, как build-сервера, continuous integration. И вот все это, что обязательно имплементится в больших командах и очень редко используется в маленьких командах, потому что обычно это сложно сделать. Так вот, основная цель этого доклада была показать, что есть ряд процессов, которые прекрасно входят в маленькие команды, если их легко сделать. Вообще разработка игры это сложно, мы все это знаем. И там много боли. Так вот, некоторые кусочки боли можно решить за счет использования правильных технологий, когда они входят в разработку. Вот, например, Леша, ты используешь Life of Days, который я показал? У меня казуалка, там всего 17 мегабайт. Зачем? Прелестно. А потом, когда она вырастет, и тебе нужно будет там день тыковки, нужно будет контент с тыковкой вставлять. Потом у тебя Новый год, нужно будет снеговика вставить, иначе люди не играют. Если это будет оправдано, вот тогда и поговорим. Пам-пам. Очень важный момент, если это будет оправдано. Так вот, надеемся, вам было интересно и полезно. А еще вот было хорошее воображение, вы представили, что на все работало. Спасибо. Спасибо большое, ребята. Аплодисменты. Как уже ранее, Олег сказал, у него есть замечательные худи для тех, кто задает хорошие вопросы. Тут было раз, рука, два, рука, три рука. И я просто передам микрофон. Я не знаю, в какой среде настанет. Представьте себе вопрос. Спасибо за доклад. Меня зовут Максим. Вот вы раньше использовали Unity. Я так понимаю, основное преимущество дефолта — это скорость именно сборки и, видимо, размер билда. А движок позволяет только простые казуалки делать или более сложные 3D-игры тоже можно делать? Ну, смотря что вы имеете в виду под более сложными, здесь вот Виктор сидит, мы его уже упоминали, он делал, например, VR, то есть 2D, но тем не менее VR. Но не повторяйте это дома. Да, не стоит. То есть движок позволяет делать 2D и уже позволяет импортировать 3D, делать простые, допустим, если вам нужно какого-то персонажа на переднем фоне показать в 3D с анимациями, это все позволяет. Он развивается, там добавляется новая вещь, но я лично его взял, потому что он делает 2D и делает его хорошо. Ну, мы в Кинге делали довольно большие игры на дефолте. Спасибо. Второй вопрос был дальше. Привет, тоже вот Максим. Олег, можно догадать, ты хвастался, что дефолт собирается по HTML и он даже запускается на мобильном веб. Сегодня ты повторил про то, что можно делать игры под чаты, но он работает не очень пока на мобильных устройствах, HTML-билды. Официально HTML5 в мобильном браузере не поддерживается. Он работает, но он не должен. Работает. Ну, говоришь, игры под чаты делать, но они в основном идут с мобилок. И хотел вопрос, типа, будете копать это направление, чтобы они лучше работали? Или все-таки забили и не будете на это? Опять же, движок дефолт используется внутри Кинга. Да. И, собственно, сами игры Кинга являются лучшей демонстрацией, что умеет дефолт. Внутри Кинга дефолт используется… То есть это достаточно молодая технология. Кинг – большая компания, там большая инерция. То есть вот новые игры, которые появляются, они, скорее всего, и чаще всего на дефолте. Можно посмотреть, куда двигаются вот эти игры и тогда видеть, что уже умеет дефолт. Чаты, игры для чатов, ну, это одно из возможных будущих, и мы в Кинге тоже на это смотрим. Понятно, что мы оптимизируем так или иначе движок для чатов. Ну, через пару недель вы уже анонсировали JS-экстеншены, то, что это хоть первый шужочек. То есть хотелось бы, чтобы на Моби и на Вебе они могли играться немного лучше. Хорошо, и нам хочется. Я тоже хочу. Нет, будем работать с этим, конечно. Конечно, оптимизация, ну, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!